Ситуации, когда забыл выключить микрофон во время онлайн-урока У меня одна история и причина, по которой вам всегда нужно вручную включать и выключать микрофон и камеру, когда вы присоединяетесь к собранию. Много лет назад продавец, работавший в транснациональной компании, был в путешествии, поэтому остался один в номере отеля. Я предполагаю, что у него в 8 часов утра была встреча, поэтому этот парень присоединился к рабочему собранию, затем лег на свою кровать, полностью раздетый и начал заниматься непотребствами, пока все люди на встрече смотрели на него. Когда он закончил, он увидел все сообщения о том, что его камера включена и сразу же покинул онлайн-собрание. В итоге компания уволила этого парня из-за этого, и я помню, что он в конечном итоге подал в суд за вторжение в частную жизнь и победил в этом деле или что-то в этом роде. Вот почему дети вы должны включать камеру перед каждой встречей или включить получение уведомлений о том, что она включена. Я студент. Сейчас у нас вовсю идет дистанционное обучение. Возможно, когда вашим одноклассникам становится скучно, они начинают смотреть YouTube посреди уроков со строгим учителем. Весь наш класс получил довольно жесткие предупреждения, поскольку учитель может сразу почувствовать, когда вам становится скучно, и когда вы переключаете свое внимание на другие вещи за экраном. Будьте предупреждены и вооружены. Я студент театрального колледжа. Нам сказали подготовить что-то вроде обычного выступления для всего класса. С речью на определенную тему, записав себя с заранее подготовленной речью. Я произнес свою речь несколькими дублями, и в одном из них я закончил ее словами. Черт возьми, да, я отлично справился с этим дерьмом. К слову, я маленький тихий парень и не очень хорош в выступлениях. Я планировал отредактировать это видео и загрузить этот дубль. Я определенно забыл отредактировать эту часть, когда загружал видео. Весь мой класс и учитель слышали, как я во всей красе обильно ругался после серьезного выступления о правах женщин и образовании. После этого я немедленно отправил своему профессору письмо с извинениями. К сожалению, я не мог удалить свою загрузку или что-то еще. Поверьте мне, я пробовал. Это не история о случайном включении микрофона, но она такая же неловкая. На ютубе есть такая таргетированная реклама, которая воспроизводится автоматически. Мой учитель кулинарии вышел из класса, пока смотрел на ютубе видео о том, как чистить апельсин ножом. Начинается таргетированная реклама о новых специальных бритвах для мужского достоинства. Он возвращается в класс, быстро подходит к компьютеру и пропускает рекламу. Все ученики избегали зрительного контакта с ним после случившегося. Это, наверное, было самым неловким опытом в школе. Я учитель. Моя кошка поймала коралловую змею во время моего урока по Zoom. В первом полугодии прямо передо мной, прямо за окном. Это было просто ужасно. Я выбежал с палкой, пытаясь разделить кошку и змею. Затем, когда я затащил свою кошку внутрь дома, я испугался, что ее укусили, потому что я не знал точно. Я не знал, что делать. Поэтому я вернулся и сказал своим ученикам, что если у моей кошки начнется припадок, я прерву наше занятие и поеду к ветеринару. Тем временем я попросил своих учеников найти всякие приметы ядовитых змей. Поговорки и советы, как отличить опасную змею от неопасной. И та змея оказалась ядовитой. Это случилось не в школе, но год назад я устроился на новую работу в качестве фотографа-строителя. И у нас был онлайн-курс обучения, который мы должны были пройти, когда только начинали. В самый первый день я присоединился к онлайн-занятию по курсу и включил микрофон. И перед уроком в офис вошел мой босс и начал говорить со мной. Он спросил, кто был моим инструктором. Я ответил, о, это Джим. Он сказал, а, ладно, к сожалению, этот парень действительно монотонный и скучный. Затем я услышал, как кто-то сказал мне из наушников, эй, вы там? Я, ага. Эй, да, когда вы неактивно отвечаете на вопросы, можете, пожалуйста, выключить микрофон. Остальная часть дня была довольно неловкой. В прошлую пятницу у нас были общие собрания для обсуждения нашего плана онлайн-обучения на случай, если нас посадят на карантин из-за пандемии. При проведении обычных занятий учителя должны будут одновременно разрабатывать онлайн-ресурсы для обучения, чтобы мы могли беспрепятственно перейти на онлайн-среду, если во вторник нас не заставят заниматься дистанционно. После того, как собрание всех 7-12 подразделений закончилось, один из наших суперинтендантов в прямом эфире сказал в микрофон. Иисус Христос, ты чувствуешь мою гребаную боль? Звонок не был завершен автоматически, и все мы хорошо слышали это. Ясно, как день. У нас была научная конференция, на которой были только азиаты. Во время презентации одной девушки зазвонил чей-то будильник. Это была какая-то зажигательная мексиканская мелодия. Девушка остановилась и стала ждать. И ждать. Мы просто пытались сохранять серьезные лица. Это была Япония, поэтому никто ничего не сказал. Мы просто молча ждали. Через 2 очень долгих минуты бедная девушка сказала «Эм, я слышу музыку или это только у меня что-то не так?» К тому же музыка по какой-то причине была громче любого динамика. Дамы руководящей конференции не знали, как заглушить всех на конференции, так как им было около 80 лет. Во время онлайн-урока ко мне подошел мой кот, умоляя о ласке, мурлыкал достаточно громко, чтобы его было слышно на всю комнату. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я опощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Один из моих учеников забыл выключить микрофон, и всем на уроке было слышно, как он храпит. Было 8 утра, я преподаю историю, и большинство детей просто даже не встают с постели и подключаются к моей лекции. Я чувствую это. Моя подруга заказала мне вино, да благословит ее Бог, потому что первые несколько недель работы с учениками в онлайн-режиме были очень напряженными. Во время одного из моих занятий мне постучали в дверь, и парень из курьерской службы закричал «Доставка вина». Мое лицо стало ярко-красным, потому что я знала, что мои ученики могли это слышать. Они также слышали, когда в коридоре мои соседи спорили друг с другом, так что я знаю, что они слышали и это. К счастью, я уже закончила урок, поэтому довольно быстро завершила собрание. Я учитель, у меня есть несколько историй. Пожилая учительница, не разбирающаяся в технологиях, расстроилась во время собрания сотрудников, насчитывающего около ста человек. Она не отключила свой микрофон, и мы могли ясно слышать, как она говорит. «К черту это дерьмо, я скорее уйду на пенсию». Директор все слышал и потерял дар речи. Другой учитель постарше во время очередной встречи забыл выключить микрофон, и мы слышали, как он заказывал завтрак в Макдональдсе. Его явно не было ни дома, ни в кампусе, он ехал, слушая, что говорят на учительском собрании по телефону. У него было много неприятностей. Третий случай был не с микрофоном, а с камерой. Сотрудница не могла настроить веб-камеру и ее ноутбука, и мы потратили целый час, глядя на ее декольте и грудь, поскольку звук в конференции был заглушен, когда она пыталась наладить камеру. Я, наконец, могу рассказать свою историю. Это произошло на прошлой неделе. Я учитель. Итак, в этом году мой округ использует гибридный режим для школ, что означает, что в моем классе одновременно обучаются как очные, так и онлайн ученики. В середине одного из моих блоков инструкции у всех нас наступил обеденный перерыв. Обычно я просто говорю своим онлайн ученикам, что им нужно сделать перерыв на обед. Даю им время, а затем беру свой обеденный перерыв, когда все уходят и все бы хорошо. Но я оставила свою камеру и микрофон на компьютере включенными, потому что обычно на обеде в моей комнате никого нет, за исключением прошлой пятницы. Я обнаружила кисту на своих половых органах, и мне нужно было позвонить своему доктору, чтобы ее осмотрели. Я взяла свой мобильный телефон и разговаривала со своим акушером-гинекологом обычным голосом, но было ясно, что мы обсуждали. Деликатные вещи. Сразу после этого мне позвонили по домашнему телефону, и это была мать одного из онлайн студентов, которая слышала все это, потому что мой компьютерный микрофон был включен. И она просто хотела, чтобы я знала об этом. Я до сих пор так смущена, но зато я усвоила урок. Теперь во время обеда я всегда все выключаю. Моя учительница музыки пару лет назад позвала меня на онлайн собрание, чтобы поговорить со мной о том, чем я занимался в классе. Она очень тихо говорит и обычно обращается к классу с помощью петличного микрофона. Оказалось, что она оставила микрофон включенным, пока мы обсуждали, как лучше всего поступить со мной и еще около пяти детей, что были в соседней комнате и кричали «Мама!». В итоге мы посмеялись около минуты, назвав этот инцидент предупреждением. Я больше никогда не делал глупостей в классе. Несколько месяцев назад я преподавал удаленно. Студенты должны были принимать участие в викторине в забавном разговорном стиле, чтобы пообщаться друг с другом и немного повеселиться. Одна девушка пришла на встречу примерно на 15 минут раньше, когда на собрании был только я, чтобы все наладить. Она поздоровалась и выключила камеру, но тут же случайно снова включила ее. Затем она сразу же приступила к бритью головы. Не к большой стрижке, она брилась на лысо. Безумие. Я вошел в систему пораньше, чтобы не забыть о своем онлайн уроке, и начал играть в Guitar Hero. Я пытался пройти одно место на жестком уровне, и отчаянно нажимал кнопки и бренчал, пытаясь не отставать. Вдруг я понял, что мой микрофон не был отключен, и половина класса уже тоже вошла в систему. Я был единственным, у кого был включен микрофон, поэтому все знали, что я в возрасте 22 лет в 9 утра так громко играю на гитаре. Я инструктор по боевым искусствам. Наши дети обычно довольно хорошо осведомлены о том, что им надо выключать свои микрофоны. Проблема в их родителях. Мы пытаемся проводить занятия, и у нас есть один родитель, который постоянно пытается контролировать своего ребенка, и все это прекрасно слышат. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков, я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok